Сестра Нам хватит подвигов и славы Победы над врагом кровавым На всю оставшуюся жизнь Горели небо, неба и Волга Горели небо и поля Одна беда, одна тревога Одна судьба, одна земля На всю оставшуюся жизнь Нам хватит горя и печали Где те, кого мы потеряли На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Сестра и брат Взаимной верой Мы были сильными вдвойне Мы шли к любви И милосердию В немилосердной той войне На всю оставшуюся жизнь Запомним братство фронтовое Как завещание святое На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Запомним братство фронтовое Как завещание святое На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Поехала в институт Поступила С первого раза А в институт В какой городе? В Свердловске Было семь человек на место А я поступила Еще девчонки Говорят, ну у тебя все задачки Прямо отщелкиваются Вот закончила школу Поступила в институт В институте Мне не в чем было ходить Я с первой стипендии Купила себе Полуботинки на резиновом ходу И брезентовые И у меня был Берет вельветовый А в Свердловске Температура воздуха Была до 50 И я когда приходила Девчонки мне ноги оттирали Потому что я замерзала Ну потом вот Кончила я институт И сразу меня призвали в армию А я уезжала к одной подружке Она пишет и говорит Ты хоть бы приехал Чтобы я тебя немножко подкормила Ну и я к ней поехала Она меня не отправляет и не отправляет Потом когда я приехала Все уже девочки из комнаты Все уехали Мой чемодан под кроватью стоит А на подушке Лежит уже три повестки Явиться в военкомат Я значит пришла в военкомат Мой военком говорит Ну я сейчас оформляю В суд вас За то что вы Не явились вовремя Я говорю Да что вы Что вы Я говорю Рассказала ему как дело было Он говорит Ну ладно Назначили меня там На ВКУМС А ВКУМС это ВКУМС ВКУМС Усовершенствование Медсустава И вот По неделю Наверное Поучились И сразу Организовалась Армия Семидесятая армия Войск НКВД Я тогда еще была И вот В этой армии Меня и призвали Через Через месяц Отправили на фронт На центральный фронт И уже в госпитале Вот приехали мы в госпиталь Развернули госпиталь свой На фронте Развернули свой госпиталь И Самолет Немецкий Фоке Вульф Рам 111 что ли Рама Ее звали Солдаты 189 У него На Только Четыре бомбы Он нам Одну бомбочку бросил И бомба Это попало В нашу перевязочную Меня вот так По голове Чем то ударило Я присела На корточках Сижу И потом Слышу Мальфимовна Да что вы сидите Да посмотрите Да Помогите Скорее А я Видимо Очнулась И сразу Встала И началась Я Раненый Который лежал на столе Он был убит Ординатор И хирург Которые оперировали его Раненый И я осталась одна И еще Бронька Круковская Вместе Мы с ней Институт Кончали Она Значит Она терапевт А я хирург И вот Мы Приехали А мы Одни на этих сухарях Жили Я Я Когда У меня Раненый Еще Вот Сюда Вот В палец Длинный Такой Осколок Вот Откнулся Прям Под кожей И я Стала Брать Носилки Яковшев Говорит Давайте Возьмем Вынесем Раненого Я стала У меня Не сгибается Рука Я посмотрела Этот осколок Я его Раз Выдернула Бинды из кармана Вынула Так Замотала И стали мы Это самое Все Приводить в порядок Собрали все Инструменты Все Разобрали И я Начальник Приходит И говорит Товарищ начальник Решите мне Привести себя в порядок Ну мы уже все собрали А там Домик то Маленький И пыль Столетняя И я наверное была хороша У меня еще Вот здесь была Ссадина большая И видимо Я вся была Пыль И кровь Все там Перемешалось Начальник Приходит И я Говорит Разрешите мне Привести себя в порядок Он Значит это самое Говорит Ну иди И вот Только Сразу возвращайся Я говорю Да я конечно Повернусь И вот Я пошла Нашу Комнатку Уже Заняли Подошлась 75-я Дивизия Из-под Сталинграда И Солдаты Заняли Нашу комнату И Когда они Меня увидели Все Напомню Перепугались Кто тащит мне Полотенце Кто мне тащит Воды Кто И Вот Я умылась У меня волосы Были Тонкие Очень И вот Я эту ссадину Стала от крови Расчесывать И Просто до слез Ну Потом я Думаю Ну Ладно Я сейчас Полежу Там Был Это Пол То Земляной И Мы Только Песочком Посыпаем Вениками И вот так Работали Вы Рассказывали Медсестра Погибла Во время Бомбежки Медсестра Погибла Она Была У Стерильного Стола Подавала Инструменты Хирургу Ну вот Мы Медсенбата Довели Ну я Конечно Не я Санитары Донесли И она Там Умерла У нее Был Открытый Пневмоторгс Перелом Бедра В общем Еле Собирали мы На носилке И она там Умерла А такая девочка была Певунья Песунья Как только Когда мы ехали в эшелоне Эшелон останавливался Мы Выходили из вагона Она Начинала Калинка Малинка И все солдаты С эшелона Собирались Вокруг нас И вот Так мы 15 дней А когда Наши пришли Машины И девчонки Пришли Говорят А мы Нам сказали Что тебя убили Я говорю Да нет Я жива Значит я доживу До мирного времени Потом Под Курском Начались бои Было очень много Раненых Потом Значит Значит Нас всех Разослали В другие армии Я попала В шестую Танковую армию В госпиталь Тоже 23.08 В котором я была До окончания войны Там Корсунь-Шевченковская операция Была Мы там Принимали участие Потом Под Ясами А потом Мы шли Пешком 500 Километров Вышли На Украине В Лысинке А пришли В Молдавию Уже 19 апреля А вышли 15 марта И вот мы шли Подметки Все уже разносились Мы их связали Кто проводом Кто чем В общем Приходим Бабушка Говорит Девочки Чем же мне вас кормить Мы говорим Да нет У нас ведь Сухари нам дают И вот эти сухари Я говорю Вы нам кипяточку дадите Мы размочим их И поедем И все И так Вот Все эти 15 дней На бабушкином Атестате Мы Жили А потом Догнала нас Машина Наши Когда загнали А машины Были Полуторки Они Грязь Небольшая А они уже стоят А когда Танки Повстречаются Нам так Мы Всегда просили Подвезите Нас Ребята Они Нет Баба на танке И танк Испортится Так мы и прошли Эти 500 километров Целый месяц Шли Даже больше Ну а потом Начались Работы Там тоже Были бои И Были Раненые И мы Работали Когда Много Раненых Так мы работали День Ночь Один раз Утром Хирург Говорит Идите Позавтракайте А потом Придете Потому что В деревне Очень много Раненых Все Ушли Спрятались Начался Обстрел Еще Минометный Мы Тогда Госпиталь Был расположен Около церкви Мы в палатках Жили Вот И операционная Была В палатке И вот И в одну палатку Мина разорвалась И принесли нам Еще Четырех Раненых А все Уже спрятались Операционная Сестра Рая Мальфимовна Давайте Быстрее 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 Я говорю Я же Не могу Сосуды Я еще Не остановила Кровотечение Потом Я говорю Ну сейчас Мы Рая Я сейчас Закончу И мы Вышли Я говорю Пойдем мы завтракать Давай мы лучше Поспим Рядом С палаткой Были Носилки Мы На носилки Вдвоем Легли Я была Конечно Тоже худая А Рая Вообще Маленькая Такая И мы На одних Носилках Закрылись И уснули Потом Я говорю Я говорю Рай Нас ведь куда-то несут Она говорит Как это несут Я говорю Прислушайся Мы Открыли одеяло Солдаты Чуть нас не бросили Я говорю Что это вы нас бросаете Они говорят Мы думали это трупы И вот И вот Так вот Мы Работали Как много раненых Так у нас Обрал Очень много А когда Наш госпиталь На отдых Нам давали Изредка Когда армия не наступает Нам давали Передышку И тогда Нас врачей назначали В другие госпиталя На усиление Отправляли А сестры были Там Оставались А иногда И сестер тоже Отправляли Один случай Я расскажу вам И приход Я Сижу дома Сижу дома Приходит Начальник И говорит А к нам Вольного Привезли Вольного Полковника Дважды Героя Советского Союза Шутов Его фамилия И вот Это самое Приходит Оперировали Его Наш хирург Госпитальный И армейский Хирург У него была рана Где то в области Плеча Или вот тут Вот где то около Подмышки Ему Обработали Рану Наложили Гипсовый Лангет И Утром Приходит Начальник Врачнина Повезете больного На аэродром Аэродром От нашего Госпиталя У меня У меня У меня Он У меня У меня У меня У меня Я зашла в этот госпиталь и говорю, разрешите нам прооперировать у вас больного, у него газовая гангрена. Они ничего не понимают, а я по-румынски ничего не понимаю. И вот они услышали газовая гангрена, гангрена газота, гангрена газота, предоставили нам операционную помощника, который мне ассистировал. И вот я посмотрела, говорю этому самому Шутову, я говорю, вы знаете, придется руку ампутировать. Я говорю, если не ампутировать, то мы вас не довезем до Киева. Он говорит, ну что делать? Я говорю, вот такое газовая гангрена, это очень-очень злокачественное заболевание. Он быстро распространяется под кожей и кожа уже становится на ощупь как будто бумага. Потому что она отслаивается, в общем, как бумага становится. А я как раз ввела еще раньше газовых больных. Ну да, газовые гангрены. Ну вот, мы его прооперировали, мы отправили его на самолет. И потом, когда приехали в госпиталь, мне сказали, что Шутов доехал благополучно до Киева, долетел. Все в порядке. Я говорю, слава тебе, Господи. А приходит начальник и говорит. Я ему доложила, я говорю, пришлось ампутировать руку. Я говорю, я оформляю документы в военный трибунал. Я говорю, что почему в трибунал? Я думала, мне героя дадут за то, что я спасла этого героя. Я шутку, конечно, говорю. Ну вот, через некоторое время приезжает один этот самый полковник, этот Петр Иванович Трифоненков, и говорит мне, я ему рассказала, что вот Юровский сказал, что меня отдадут в трибунал. Он говорит, он поехал, зашел в медсанотделение и доложил все, им сказали, что никакого трибунала не будет. Ну вот, потом, значит, это самое. Через некоторое время Петр Иванович приходит и говорит, ты знаешь, твой подопечный-то, комендант города Киева. Я говорю, ой, как здорово, жив-здоров, слава тебе, Господи. Я говорю, а меня хотели бы в трибунал отправить. А я начальнику сказала, ну, если вы не разбираетесь, так может, в трибунал разберется, что я не злоумышленник, а просто спасала жизнь человека. Орден еще вам потом за это дали? Орден? Нет, орден я раньше получила. Раньше? Красной звезды. Там я, под Корсунь-Шевченковском, мы работали, я работала уже на усилении в другом госпитале, и вот другой начальник меня представили вот к этой награде. Там я его и получила. А в вашем госпитале вас начальник не представил? У нас был такой начальник, как вот когда-то раненых надо было эвакуировать в 6 часов, а у меня было 15 человек, а их нужно проверить. Гипс правильно лежит, шана, хорошо. И мы их погружали на машину и подсылали их в тыл. А он приехал, как раз армейский хирург, и говорит, Генрих Михайлович, как у вас, все нормально, успеете вы до машины? Он говорит, да я-то вот успею, вот разве выражена, меня подведет. Одна докторша была, у нее 8 человек, а у меня 15. Я не выдержала и говорю, товарищ начальник, вы знаете, я ведь работаю на совесть. Это вы, если за орден можете продать отца и мать и всех близких. Я говорю, я работаю на совесть. И вот меня за это начальник отправил в другую бригаду. Я, значит, утром стою, я говорю, дайте мне машину, машины тебе не будет, будешь пешком добираться. Я говорю, ну ладно. А девчонки меня окружили, мы стоим в кучке и ревем. Ну, я пошла утром, боюсь, иду, 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 ни одной машины, ни одной. Вдруг едет бензовоз. Я, значит, подняла руку, солдат остановил. Я говорю, вы знаете, довезите меня до сануправления. Он говорит, вы знаете, я бы с удовольствием. Но я везу бензин, и нам запрещено возить пассажиров. Я говорю, вы знаете, вы меня не доезжая километра два высадите, а там я доберусь. И вот, в общем, добралась там. Война закончилась. И мы сидели утром. Конференция была. И кончилась конференция. А я одной докторше говорю, Катя, пойдем, пройдемся. И вот мы пошли. И как раз рядом было шоссе. И мы около шоссе стоим, смотрим. А солдаты едут пьяные и пьяные. И кричат, и ругаются. Нас по-всякому разному обозвали. И я говорю, Катя, пойдем скорей. Мы прибежали домой. Я говорю, девочки, сейчас... А они сказали, что это война закончилась. И я говорю, солдаты нас, говорю, обозвали по-всякому разному. Но мы на них не обиделись. Они сказали, что война кончилась. Мы скорее прибежали, чтобы вам сказать. И война и закончилась. А также в Венгрию, в Чехословакию. В Чехословакии мы под Прагой закончили войну. И когда война закончилась, мы были под Прагой. И приказ такой был, что чехи приглашают всех воинов, всех победителей, бесплатно в ресторан. Мы, значит, Петр и шофер, и еще один подполковник, товарищ Петра. Они вместе еще училище учились. Мы остановили эту машину и подходят к нам. Да, в ресторане все было нормально. Только супчик был жиденький. И там морковки три, наверное, колечко болталось. Хлебовое столечко. Война так война. Мы поели, поели и пошли. Стоим около машины. С нами эти два чеха. Они говорят, давайте мы вам покажем Прагу нашу. И вот они на машине нас обвезли по всей Паге, показали. И в Граччане там поднимались. И была фотография у меня такая вот. Вот только я ее отдала, ветерана. Дочка Кравченко, нашего главного командующего нашей армии, она сейчас там, в этом ветеранском отделении, что ли, работает. Война с Японией. Да, потом мы сидим, это же была весна или май, и мы сидим где-то с девчонками, и приходит начальник, говорит, наш госпиталь отправляют на Дальний Восток, на Забайкальский фронт. И вот нас посадили опять в эшелон и повезли через всю Россию. Приехали мы там. Я уже забыла, как город называется. Ну, в общем, высадились. А через Хинган было-то очень трудно переносить эти танки. И гора высокая, вот так за дерево трос зацепят, и поднимают, и там, и толкают. И пока эти танки перетащили, так было много, много дел. А потом, 25 декабря, он написал, он кончал институт военно-педагогический в Ленинграде. И вдруг он узнал, что там продолжается учеба. А их с первого курса забрали в армию. И вот он подал заявление, и его отправили в Ленинград. И я вместе с ним. Приехали мы туда 10 января 1946 года. 15 января мы зарегистрировали свой брак. Там же памятник делали воинам, да? Памятник в Харбине на площади. Да, в Харбине памятник. Он руководил как раз памятником советским воинам около вокзала. Там, он, наверное, и стоит. Не знаю. Тут недавно приходит эта Кравченко и говорит, хотите поехать в Китай? Я говорю, да что вы, я такая нетранспортабельная в Китай. Она говорит, да самолетом. А я говорю, самолетом 9 часов нужно лететь. Да, Харбина. Некоторые поехали так, очень недовольны, потому что там плохо нас встретили. Какой-то, говорит, захудалый городишко там все. Они, в общем, недовольны. А это в каком году было? Это было год назад. Год назад, да? А как вот, в принципе, уровень, как лечили раненых? Хорошо или все-таки не хватало перевязки, бинтов? Нет, нет, это все хватало. Аптека работала у нас исправно. И бинты, и все. Только вот один раз наши машины застряли, а в меня оставили 30 человек раненых. Я должна их эвакуировать. Вся остальная группа, основная группа наших пошла, поехали вперед за танками. А меня оставили, говорят, ты вот этих раненых эвакуируешь и нас догонишь. И я, значит, так и сделала. И со мной оставили еще Ночфина. И вот и у нас было два раненых немца. Один молодой, а другой пожилой. Вот пожилому надо было ампутировать ногу. у нас был старший военфельшер, который был еще в ту войну фельдшером на войне. И вот он уже старенький был. И он начал его оперировать и не может кровь восстановить. А я дежурила по госпиталю. Приходят девочки и говорят, Мальфимовна, идите там, шаргуленко не может кровь восстановить. Ну, я прибежала, руки сфиртом протерла, сосуды все перевязала, все закончила. И это... И все закончилось. Утром я говорю, привезите, приведите, говорю, мне этого мальчика, его надо же перевязать. Его привели, ему, наверное, 20 лет, что ли, этому немцу было. У него было ранение в грудную клетку, открытый пневмотор, тоже тяжелое ранение. И вот он говорит мне тринкенвассер пить. Я немецкий учила, что пить хочет, я поняла. Ну, в общем, приходит этот наш повар, я говорю, Леш, пожалуйста, принеси пить. Вот я говорю, этот мальчик пить хочет. Тот пошел и налил банку из-под варенья воду. Приходит. Так этот парень все, пойду к доктору чай с вареньем пить. что еще сказать? Нормально, то есть у него вышел после ранения? этот старый-то повесился ночью. Я спрашиваю, а почему он повесился? А я говорю, шляпин, я спал и не знаю, почему. И вот этот самый, а потом начин приходит, я говорю, а что делать с этим раненым? Он говорит, что, надо оформить, что он умер, он же умер. и его похоронили за немца. А вот этого молодого-то отправили в тыл. Это где было? Где было? Это было еще здесь, на западе. В Союзе, да? Не помню. Это было, наверное, в Венгрии. А, в Венгрии. Злодейка акула дерзнула. Напас на соседа кита. Ну, а все скушать его как селедку. Акула она съесть его не могла. Не лезет в акулью он глотку. Для этого глотка мала. Съем половину китая и буду, наверное, сытая. Денек или два, а затем и все остальное даем. Ясно. У нас на этой полуторке была и операционная, и перевязочная, и всякие эти ящики большие. И я вот сидела уже, ноги мои были на кабине шофера. мы едем где-нибудь, я говорю, ой, Вася, посмотри, какая яблоня, подвези нас туда. Вася нас подвезет, мы яблончика соберем, потом опять едем виноградник. Я опять топаю ногами, Вася, подвези нас, мы пойдем за виноградом. и вот так вот ехали. Ясно. Если машина застряла, так мы идем и толкаем все машины. А я один раз снегу было много, я взяла сухари и вот перед машиной вот так кручу, все хохочут.